Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 31 января. Житие святого Никиты, епископа Новгородского. После других заслуживает почтение те храбрые воины, которые имеют обычай вести борьбу со врагом не в общем строе, но поодиночке устремляются на врага. Им хотя и попускает Господь много раз пасть временно, чтобы они не превозносились, однако никогда не оставляет их до конца без благодатной помощи, но восстановляет их и делает непобедимыми. Один из таких храбрых воинов Христовых, именно блаженный Никита, приобрел в себе особенную известность после преподобного Исаакия Затворника. О нем сообщает достохвальный поликарп со слов святого Симеона следующее. В бытность игуменом преподобного Никона один брат святого Печерского монастыря по имени Никита начал просить игумена, чтобы он благословил ему подвязаться в одиночестве и уединить всех в Затворе. «Сын мой, не будет тебе пользы при твоей юности сидеть праздно. Будет гораздо лучше, если ты останешься с братьями и работая вместе, не потеряешь своей награды. Ты сам видел, как брат нашей Исааки Печерник был соблазнен в Затворе бесами и погиб бы, если бы его не спасла великая благодать Божия по молитвам преподобных отцов наших Антония и Феодосия?» Никита ответил на это. «Никогда, отец мой, я не соблазнюсь при каком-либо искушении. Я имею намерение твердо противостоять бесовским искушениям и буду молиться человеколюбству Богу, чтобы он мне подал дар чудотворения, как некогда Исаакию Затворнику, который доселе творит многие чудеса». Тогда игумен сказал ему более настойчиво. «Твое желание выше твоих сил. Берегись, сын мой, чтобы ты не впал за свое превозношение. Я повелеваю тебе служить лучше братьям, и за послушание свое ты будешь увенчан от Бога». Однако Никита не хотел послушаться наставления игумена. Он не мог победить в себе сильной ревности к затворнической жизни. Поэтому к чему он стремился, то и выполнил. Он заключился в пещеру, крепко загородил сход и пребывал в молитве один, никуда не выходя. Тем не менее, спустя всего лишь несколько дней, он не избежал козни дьявола во время молитвенного пения. Он услышал голос, молящийся вместе с ним, и ощутил несказанное благоухание. Соблазнившись этим, он так размышлял сам с собой. «Если бы это был не ангел, то не молился бы со мною, и не было бы здесь благоухания Святого Духа». Он начал еще прилежнее молиться, говоря, «Господи, явись мне сам, осязательно, чтобы я видел Тебя». На это последовал голос. «Не явлюсь я Тебе, потому что Ты юн, иначе Ты возгордишься и можешь пасть». Затворник продолжал слезно просить. «Никогда, Господи, я не соблазнюсь. Меня научил игумен не внимать бесовским искушениям, но я исполню все, что Ты повелишь». Тогда душепагубный змей, получив власть над ним, сказал, «Человеку, облеченному плотью, невозможно видеть меня. Поэтому я посылаю ангела моего, чтобы он пребывал с Тобою, а Ты твори его волю». Затем тотчас пристал перед ним бес в образе ангела. Никита пал на землю и поклонился ему, как ангелу. Бес сказал ему, «С этого времени ты уже не молись, но читай книги. Этим путем ты будешь беседовать с Богом и будешь подавать полезные наставления приходящим к тебе. А я всегда буду молить Творца всех о Твоем спасении». Затворник поверил этим словам и обольщенный уже более не молился, но стал ревностно читать книги. При этом он видел беса постоянно молящимся о Нем и радовался, думая, что это ангел творит за него молитву. С приходящими же к нему он много беседовал на основании священного писания о пользе души. Он начал даже пророчествовать. О Нем повсеместно распространилась слава, и все удивлялись исполнении его предсказаний. Однажды он послал князя Язиславу с извещением. «Сегодня убит князь Глеб Святославович. Пошли немедленно сына своего святополка на княжеский престол в Новгород». Как он сказал, так и исполнилось. Действительно, спустя несколько дней пришло известие об убиении князя Глеба. С этого времени еще больше стали говорить о затворнике, что он пророк, и вполне верили ему и князья, и бояре. На самом деле бес, конечно, не знает будущего, но что он сам делал, если, например, он научил здесь людей убить или украсть, то он и возвещает. Точно так же, когда приходили к затворнику, искавший у него слово утешения, то бес, почитавшийся им ангелом, сообщал ему все случившееся с ними. Никита пророчествовал, и все предсказанное им сбывалось. При этом никто не мог сравниться с Никитой в знании книг Ветхого Завета. Все он знал наизусть, книгу Бытия, Исход, Левит, Чисус, Судий, Царств, все пророчества по порядку. Вообще, все книги Ветхозаветни он знал очень хорошо. А святых евангельских и апостольских книг, данных нам по благодати Божией для нашего спасения и утверждения в добре, он никогда не хотел ни видеть, ни слышать, ни только читать. Ни с кем он не хотел и беседовать о Новом Завете. Отсюда и стало ясно для всех, что он соблазнен дьяволом. Удрученные этим пришли к искушенному преподобной отце Игумен Никон Иоанн, который был после него Игуменом, Пимен Постник, Исаия, бывший впоследствии епископом ростовским, Матфей Прозорливец, Исаакий Затворник, Агапит, врач, Григорий Чудотворец, Николай, бывший епископом Тмутараканским, Нестор Литописец, Григорий, составитель канонов, Феоктиз, бывший епископом Черниговским, Анисифор Прозорливец, Все они, прославленные добродетелями, пришедшие, Вознесли молитвы к Богу о Никите и отогнали от него беса, Так что Никита уже не видел его. Затем, вывезли его из пещеры, они просили, чтобы он сказал им что-либо из Ветхого Завета. Он же стал клясться, что никогда даже не читал тех книг, которые очень недавно знал наизусть. Притом, теперь он не знал из них ни одного слова. Теперь его едва-едва могли научить грамоте. Постепенно пришедший в себя по молитвам преподобных отцов, Он исповедал свой грех и горько раскаивался в нем. После того, он наложил на себя особенные воздержания и подвиг, Начал вести строгую и смиренную жизнь и превзошел других в добродетелях. Человеколюбивый Господь, видя такие подвиги блаженного Никиты, Не отвергая и прежних его добродетелей, которых он упражнялся со дня юности, Принял его истинное покаяние, и, подобно тому, как некогда принимая покаяние святого Петра, Трижды отрекшегося от него, сказал ему, «Паси овец моих». Так подобное же знамение принятие покаяния дал и всему блаженному Никите. За премногую любовь его, обнаруженную в соблюдении заповедей, Господь сотворил его пастырем своего словесного стада, Возвездивши его на новгородский епископский престол. Там Господь для удостоверения посомых и полного убеждения их в прощении святому, Случившегося с ним соблазна, прославил его добродетельную жизнь даром чудотворения. Так однажды во время бездождя святой помолился Богу и не звел дождь с неба. В другой раз он своими молитвами угощил пожар города, Много и других чудес он совершил. После доброго управления словесной паствой он перешел ко Господу в вечную жизнь в 1108 году 30 января. Епископ он был 13 лет, погребен он с почетом в пределе великой церкви святых богатец Якима Иоанна. Тело блаженного Никиты оставалось сокровенным во гробе в продолжении 450 лет, А затем в 1558 году царствование благочестивого государя Иоанна Васильевича, Самодержство Сея России, при Митрополите Макарии, при архиепископе Новгородском Феодосии, Мощи святителя Никиты были найдены целыми и совершенно невредимыми. До сего дня они источают многие исцеления приходящим к ним с верою. Богу нашему слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.